Ватсап, ватсап, всем привет, с вами Жора и сейчас я научу тебя ходить на руках. Это видео я решил снять совершенно спонтанно, извиняюсь за такой ветер, у нас тут ужасный ветер, я не знаю, как снимать на улице видео. В общем, как-то давно мне ударила моча в голову, я хотел ходить на руках, как-то заняться своей физической активностью, как-то стать что-ли спортивнее, научиться всяким трюкам. И захотелось мне ходить на руках, и я никаких обучалок не смотрел по тому, как ходить на руках, как стоять на руках. Я пытался научиться этому сам, сейчас я, в общем-то, покажу, как я хожу, покажу, как я хожу, а потом научу вас. Все, погнали! Чтобы ходить на руках, нужно сначала научиться стоять на руках, и сейчас покажу вам упражнение, это будет наше первое упражнение. Собственно, и так мы придем к нашей цели, ходить на руках. Значит, я не знаю, есть ли такое вообще упражнение, но я учился с него. Становимся в позу собачки, примерно так, и начинаем по одной ноге выкидывать вверх. И наша задача удержать равновесие на руках. Вот смотрите, как это выглядит. Пусть вы будете стоять и не так долго, но со временем, если вы будете это упражнение практиковать, у вас очень хорошо будет получаться. Так что не сдаемся, если не получается, практикуемся. Это упражнение лучше делать где-нибудь на траве, так как я знаю, что у многих моих знакомых, кого я знаю, кто пытался стоять на руках, все боятся упасть на спину. Поэтому лучшие тренировки, как бы, этого упражнения, вообще стойки на руках. Трава, песок, песок даже лучше будет. У меня подруга, значит, меня учила, к стенке становишься, как бы, чтобы ноги были сверху, и ты ногами упираешься прямо в стенку. Хочу сказать, что это упражнение вообще не подходит, мне оно не помогло. Оно как бы, ну не помогает абсолютно, ты равновесие не держишь, ты просто упираешься в стенку и все. Так что это упражнение я вам не советую делать, так как оно вообще не помогает. Сейчас я с вами разберу ошибочку, ее делают почти что большинство людей, которые хотят научиться ходить на руках, сразу ходить, не стоять. Таких людей я называю бегунами, вот, пусть они будут бегуны. Вот так вот они делают. Не умея стоять на руках, вот так вот. И, конечно, у них ничего не получается, потому что первое, что нам нужно, это научиться стоять на руках. Ноги мы должны держать ровно, вот так вот, не вот так вот, не вот так. Сейчас покажу, как правильно и как неправильно. То есть, если у нас ноги ровно, у нас получается лучше удерживать равновесие. Если у нас вот так ноги, то мы, получается, перекрашиваемся, руки у нас идут в разные стороны и такая стойка у нас никогда не получится. И, в общем, мы не домеемся о своей цели. Вот, поэтому ноги ровно и пытаемся удерживать равновесие. Давайте пройдемся по этим двум упражнениям еще раз. Надеюсь, они вам очень помогут. И вы все-таки добьетесь своей цели и научитесь ходить на руках. Повторяем. Первое, выкиды ногами. Выкиды, что ли? Выкиды, выкиды, выкиды ногами по очереди. Вы меня поняли. Далее, это то, что мы пытаемся ровно удержать ноги. Вот так вот. Три ноги показывай, короче. Вот так вот. Удерживаем. Итак, мы освоили с вами стойку на руках. Я вас поздравляю. Для того, чтобы наконец-то начать ходить на руках или начать начать, нам нужно встать в стойку и пытаться делать шажки руками. Становимся в стойку с ровными ногами и пытаемся перебирать руками. Поехали. Пусть это будет хаотично. Не обязательно куда-то идти или вперед, или назад. Просто хаотично. Если вы будете уже держаться, это уже отлично. Видео? Да, я блогер. Ютуб? Ютуб. А? Да. Я с тобой хочу. А что будешь? Я снимаю стойку на руках. Да, ну, такое. Стойка на руках? Да. Давай тебе снимем. Передай привет. Привет, привет всем. Ну, я сам снимал. Да, ну, всем. Вот такие дела. Одесса тысяч копичек. Да? Ну, отлично. Вот. Ну, что, продолжаем учиться? Продолжаем учиться? Продолжаем, конечно. Все, удачи. Удачи. Хочу сказать, что быть блогером прикольно. Вот, к тебе люди подходят прям на позитиве. Так что, будьте блогерами. Хотя не будьте. Мне не нужна конкуренция. На этом моя обучалка заканчивается. Надеюсь, она тебе понравилась. Ветер. Дурацкий ветер. Вот. Мне она очень понравилась, потому что я получил кучу эмоций, когда ко мне подходили люди. Знаете, сам процесс съемки мне очень нравится. И если ты хочешь снимать видео, а тебе не нравится процесс съемки, и ты стесняешься людей, это, скорее всего, не твое. Ну, в общем-то, на этом все. Повторяйте упражнения. Надеюсь, у вас все получится. А у вас все получится. Пишите в комментарии свои достижения, как у вас проходят тренировки. Ну и все. Си сун. Пока. Си сун.